Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В журнале «Транспортная стратегия. 21 век» вышла статья о главных достижениях проекта Skyway. Кандидат технических наук Михаил Цырлин рассказал о перспективах развития струнного транспорта. В научно-исследовательском парке Skyway в Арабских Эмиратах завершились пусконаладочные работы. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Информационная служба Skyway подготовила статью о достижениях проекта с начала основания компании. Материал вышел в журнале «Транспортная стратегия. 21 век». Авторы статьи рассказали обо всех моделях струнного транспорта и достижениях проекта в Арабских Эмиратах. К 2019 году Skyway открыл производство и разработал 11 моделей струнного транспорта, 5 из которых уже сертифицированы. Специалисты компании создали две модификации Unicara и начали разработку еще четырех рельсовых автомобилей. В 2019 году проект начал сотрудничать с Арабскими Эмиратами, где строится научно-исследовательский центр Skyway. На территории в 28 гектаров будут возведены транспортные комплексы всех типов. В Объединенных Арабских Эмиратах Skyway представит не только тестовые трассы, но и полностью функционирующую транспортную ветку. Кандидат технических наук Михаил Цирлин поделился на своей странице в социальной сети ВКонтакте мнением о проекте Skyway. Ученые считают, что струнный транспорт сможет конкурировать с автомобилями, поездами и самолетами. Сегодня в Республике Беларусь открыто конструкторское бюро Skyway. Специалисты компании создают новые типы трасс и улучшают существующие модели транспорта. Среди преимуществ проекта Михаил отметил экологичность, безопасность, высокую скорость передвижения и низкую стоимость производства. По мнению ученого, коммерческий успех проекта поможет создать новые рабочие места и пополнить бюджет Беларуси. Две недели назад мы уже рассказывали о внимании ученых технологиям Skyway. Напомним, что студенты из разных университетов России второй год подряд пишут дипломные и магистрские работы о транспортных комплексах Skyway. Специалисты компании Skyway завершили пусконаладочные работы в научно-исследовательском парке технологии инноваций Шарджа. В центре испытаний Skyway в Арабских Эмиратах будут представлены все виды струнного транспорта. Там же пройдет сертификация новых транспортных средств. На территории центра построят фрагмент линейного города с высотными башнями и научными лабораториями. Напомним, что 26 октября его высочество Эмир Шарджи Султан бин Мухаммад Аль-Касими посетил научно-исследовательский парк и благословил начал эксплуатации струнного транспорта Skyway в Шарджи. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе! Субтитры создавал DimaTorzok